Во главе народа и на страже его святыни должны стоять сильнейшие и благороднейшие люди. Благоверный князь Александр Невский Тринадцатый век стал для Руси временем суровых испытаний. Нашему народу предстояло выстоять в нелегкой борьбе с иноплеменниками. Это была пора скорби и смирения. Но помимо горьких поражений, этот трагический период нашей истории принес Руси и славные победы. И прежде всего они были связаны с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был поистине великим человеком. Все, кому довелось видеть его воочию, и друзья, и враги, выражали свое восхищение его силой и величием. По словам современников, своей силой он был подобен ветхозаветному герою Самсону, красотой Иосифу Прекрасному, мудростью царю Соломону, окротостью и благочестием праведному царю Давиду. Незадолго до Батыева нашествия юный князь Александр был возведен своим отцом, великим князем киевским Ярославом Всеволодовичем, на новгородский княжеский стол. В 1237 году на Русь напали татаро-монгольские войска во главе с ханом Батыем. Опустошив Киев и южные пределы Руси, Батый не дошел до Новгорода и вернулся назад. Господь сохранил владение своего угодника. Чуть позже, в 1240 году, на опустошенную ордынскими войсками Русь двинулась шведская войска. Приблизившись к Новгороду, командующий неприятельским войском рыцарь Биргер отправил к святому Александру послов со словами «Если можешь, сопротивляйся мне, а то я уже здесь пленяю Твою землю». Услышав эти надменные слова, святой князь отправился в соборную церковь и долго со слезами молился. Выйдя из храма, он обратился к своему малочисленному войску. Не в силе Бог, но в правде. Вспомним псалмопевца и его слова. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Не теряя драгоценного времени, святой князь со своей дружиной двинулся навстречу врагу. Когда они достигли неприятельского лагеря, Господь укрепил веру русских воинов чудесным явлением. Один из воинов по имени Филипп накануне сражения был в дозоре и видел, как по морю плывет ладья, посреди которой стояли святые князья-мученики Борис и Глеб. «Брат Глеб», – сказал святой Борис, – «повели грести, чтобы мы могли помочь нашему родственнику, князю Александру». Промыслительно и то, что битва состояла с 15 июля, в день памяти святого князя Владимира, просветителя Руси. Шведы потерпели страшное поражение. Под покровом ночи остатки шведов бежали в Освояси, а святой Александр вернулся в Новгород с победой, прославляя своего Творца. За разгром шведов на реке Неве князь получил прозвище «Невский». Но недолго длилась радость победителей. Тем же летом на Рус пошли немцы и завладели Псковом. Святой Александр вновь отправился освобождать русские земли. Вскоре Псков был освобожден, и князь начал преследование захватчиков. Наконец настала решающая битва, вошедшая в историю как ледовое побоище на Чудском озере. И вновь Господь даровал славную победу русскому оружию. Славный князь на протяжении всей своей жизни доблестно защищал западные рубежи нашей Родины и принял участие более чем в двадцати битвах. Однако был враг, с которым мудрый князь предпочитал решать сложные вопросы с помощью дипломатии. Это был Ордынский хан. Золотая Орда собирала дань с Руси, но не требовала перехода русских в язычество или в ислам. Западных завоевателей интересовало не только богатство. Установив свое владычество, они огнем и мечом начинали насаждать католическую веру. Вот почему святой Александр был столь решителен, когда дело касалось духовной свободы Руси и уступчив, когда речь шла о денежных податях. Русь платила кесарева кесарю, а Божие – Богу. Кроме того, открытая война с ханом могла принести страшные последствия для Руси, еще не готовой к встрече со столь могущественным врагом. Святой Александр ездил в Орду четыре раза. И уже одно это может свидетельствовать о его храбрости. Ведь многие русские князья были убиты в Орде за отказ поклоняться языческим богам и проходить языческие обряды. В Орде был отравлен и отец святого Александра, великий князь Ярослав. Но Господь хранил своего угодника и в бою, и в ханском шатре. Хан сделал Александра Невского великим князем Владимирским, поручив его попечению всю Южную Россию и Киев. Приезжая в Орду, святой Александр не раз добивался для своего княжества определенных свобод. Возвращаясь из четвертой поездки, святой князь тяжело заболел и умер, не доехав до своего стольного града Владимира. Когда весть о его кончине достигла митрополита Кирилла, он со слезами произнес «Чадо мое, милые, закатилось солнце земли русской!» Перед своей блаженной кончиной святой князь принял схему с именем Алексей. Но церковь почитает его как Александра, ведь это имя означает «защитник людей». Во дни своей жизни святой Александр Невский был воистину великим защитником нашего Отечества. И по своем отшествии он продолжает предстательствовать о земле русской у престола Божия. Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименоваться Сыном Божиим.